Добрый день, уважаемые друзья! Еще есть вредители, о которых хочется сказать. Это пчелиные вши. Написал эту статейку, как уничтожить пчелиных вшей в Марченко, город Баку. Статейка небольшая. Осенью 1956 года я купил несколько пчелиных семей в колхозе Новый Путь, Азербайджанская ССР. При покупке на матках были обнаружены по 3-4 вши, браулы. На мой вопрос, как избавиться от них, колхозные пчеловоды отвечали. Весной, когда матка начнет класть яйца, пчелы сами снимут вшей с матки. Кроме того, можно окуривать матку табачным дымом, но это опасно, ее можно погубить. Пришла весна, матки начали откладывать яйца, а вшей не только не уменьшилось, но еще и прибавилось. Я заметил, что матки, обремененные большим количеством вшей, теряют способность откладывать яйца и истощаются и часто гибнут. Работа пчел, пораженных вшами, ослабляется, и это приводит к уменьшению продуктивности пчелиных семей. Из литературы я узнал, что бороться со вшами можно и должно бороться. Вначале я испытал скипидар, которым были смочены кусочки ваты, тампоны, положенные на листе бумаги на дно уля. Но этот способ не дал положительных результатов. Лучшим средством уничтожения вшей оказался нафталин. Для этой цели мною были вырезаны листы плотной оберточной бумаги размером 445 на 490. И на них поперек приклеены 4 полоски газетной бумаги на расстоянии 100 мм друг от друга. Промежутки между полосками я насыпал нафталин. Около 10 граммов на семью. Через литок лист бумаги я вставлял на ночь в уле. Картон для этой цели не годится. Им легко можно подавить пчел. Гассетную бумагу также трудно вложить через литок на дно уля. Поэтому полоски на листе оберточной бумаги надо проклеить с таким расчетом, чтобы они свободно входили в литок. И при вытаскивании помогали удалять нафталин из уля. Дозу нафталина больше 10 грамм давать не следует, так как молодые пчелы болезненно переносят его запах. У меня одна семья от водок с молодыми пчелами после дачи 10 граммов с 8 часов вечера разлетелась. Ее пришлось собирать на свет переносной электрической лампы с матовым стеклом до 12 часов ночи. То есть вы поняли, что это немножко опасный вариант, то есть старайтесь поменьше давать. И что интересно, нафталин также влияет и осыпаются эти клещи. С рассветом лист бумаги вместе с заложенным на них нафталином нужно вытащить через литок обратно. На листе между кусочками нафталина будут обнаружены трупы вшей. Заготовленные листы отберточной бумаги с наклеенными полосками и нафталин с целью экономии можно использовать несколько раз. Давать нафталин сначала нужно одновременно во все уля, а затем периодически через 7-10 дней при обнаружении хотя бы одной вшей на матке или молодой пчеле. Нужно помнить, что вошь выходит из личинки, развивающейся 21 день под крышечкой печатного меда. Некоторым семям мне пришлось давать нафталин до 4 раз. Пчелы привыкают как к нафталину и случайно оставшиеся кусочки улей лапками выбрасывают, а иногда вылетают из уля, держа в лапках нафталин, чтобы под ши его забросить. Если в течение 3-4 недель подряд на матке не будет ни одной вши, считайте, что их уже нет. Описанным способом я полностью избавил своих пчел от вшей. Как я уже отметил, что он также влияет на клеща. Клещ будет осыпаться. Ну и еще небольшая статейка, весьма интересная. О трутнях ранней весной. Случаи гибели пчелиных маток в первые дни выставки пчел и особенно во время зимовки встречаются довольно часто. Это зачастую после весны пропадают матки. Поэтому, вернее, после зимы весной очень много семей бывают или отрутовшие, или пропали. Поэтому в руководствах по пчеловодству и даются указания, как нужно исправлять такие семьи. Указания эти справедливо предусматривают только два радикальных способа исправления безматочных семей ранней весной. Подсадку запасной матки, что, как говорится, все пчеловоды стараются сделать запасную матку в зиму, чтобы как их сохранить. Спрашивают, это весьма интересный вопрос, всегда спрашивают. Или присоединение безматочной семьи к семье, которая имеет матку. Здесь же не без основания добавляется, что исправлять безматочную семью путем ввода молодой матки ранней весной нельзя, так как из-за отсутствия трутней матка остается неплодной. Утверждение о полном отсутствии трутней на пасеках весной можно прочитать в других книгах. В том, что выводить безматочной семье матку ранней весной невыгодно, сомневаться не приходится. Но заявлять, что делать этого нельзя, потому что в это время трутней нет, и матка останется неплодной, Это значит идти в разрез с действительностью. Что я тоже подтверждаю, что зачастую в некоторых семьях есть трутни, которые перезимовали. И поэтому можно по весне, если вы желаете, проверить, поставить рамочку с раскладом безматочную семью. Они заложат маточники, и возможно, что матка оплодотворится. Прежде всего, общеизвестен факт зимовки трутней в семьях, которые в зиму пошли без матки или с неплодной маткой. То есть, если семья пошла с неплодной маткой, или матка ослаблена по каким-то причинам, то в таких семьях зачастую зимуют трутни. Весной без труда можно обнаружить трутни в таких семьях. Правда, вопрос о годности перезимовавших трутник с паренью окончательно еще не решен. Да, кто-то говорит, что годный, кто-то не годный, но факт налицо, что они оплодотворяют маток. Однако, имеется сообщение о том, что перезимовавшие трутни могут спариваться с маткой. Так, например, пчеловод Саркисян из города Ереван для получения раннеплодных маток с успехом использовал осенних трутней прошлого сезона. Для этого он предлагал способ сохранения их на зимовке в отдельной семейке с неплодной маткой. Очень оригинальный метод, если можно сохранять. Позже тот же автор на свой вопрос, могут ли спариваться с матками перезимовавшие трутни, в журнале номер 3 за 52-й год получил ответ, из которого следует, что имеются данные, подтверждающие годность сперматозоидов перезимовавших трутней для благотворения яиц, спарившихся с ними маток. Годные для спаривания маток трутни могут появляться ранней весной и в других случаях. Это журнал номер 4 за 54-й год, страница 50, сообщает, что при первых весенних осмотрах семей ему приходилось человеку этому находить средний среди расплода рабочих пчел трутневый расплод по 10-15 ячеек на семью. Как он заявляет, у наиболее сильных семей можно обнаружить и молодых трутней, которые вывели в зимовки. Подтверждением наличия указанного время на пасеке трутней, годных спаривания с матками служит тот факт, что выведенные ранней весной матки в безматочных семьях оказываются потом плодными чаще, чем мы предполагали. Об этом, например, в журнале написано номер 11 за 54-й год на странице 29, сообщает Глушков. Он описывает два случая успешного спаривания маток ранней весной. При этом пчеловод подчеркивает, что в некоторых семьях при весенних осмотрах он обнаружил перезимовавших трутней. Автору этих строк неоднократно приходилось убеждаться в фактах спаривания маток, выведенных сразу же после выставки пчел безматочными семьями. До сего места, друзья. Итак, что хочу сказать еще по отношению этого вопроса. Я проверял, спариваются, оплодотворяются. И добавлю одну маленькую информацию, что трутни становятся способны спариваться с матками в течение 10 дней от роду. То есть, если им 10 дней, как и маткам, которые вывелися тоже 10 дней, они могут спариваться уже, они уже способны, они уже половозрелые. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь. Это что понравилось, что не понравилось. Задавайте вопросы, будем стараться отвечать. До следующего видео и до следующей встречи с вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok